Мультяшный металлический робот, собака из старого двигателя и автомобиль в стиле безумного Макса. Это не фантазии, а реальные ежедневные хлопоты Вадима Кученкова. Он автомастер, но в свободное от основного ремонта время создает необычные вещи из старых автомобилей. Железный лом, которому место на свалке Вадиму удается оживить. Создать своими руками – настоящее техническое чудо. Наш корреспондент Екатерина Балукова познакомилась с мастером и его механическими друзьями. Боже, какие глазки, он такой милый. Это братик робота Вали из мультика. Милаха. Добрый, работящий и ужасно обаятельный робот Вали-2 с пропиской в Могилеве. Этот робот с горячим сердцем внутри – подарок любимой жене. Конечно, удивление, восторг. Собственно, руками сделано. По мне, это гораздо приятнее, чем просто пойти и купить что-то. Валик с руками из запчастей автомобиля, глазками-фарами и декором из цепи мотора понравился многим. Но главный ценитель – дочь Злата. Нравится тебе робот Вали? Да. А какой он? Красивый? Да. Ай, сердечко любимый. Да. Собачка. Да? Да. А как делает собачка? По газу. Туда? Да. Да? Молодец, да. Маленькая Злата уже осваивает и самый большой проект папы – «Безумный Марк». Автомобиль назван в честь старшего сына по ассоциации с «Безумным Максом». «Папа, давай нам такую же машину». Ну, идея как бы безумная, и сразу в нее было поверить очень сложно. Потому что еще… Но вы поверили? Поверили, но как бы таких проектов еще не было. Это единственный такой вот первый проект. К слову, именно с этой машины и началось увлечение Вадима. Семья «Изобретательское дело» поддержала. Через полтора года «Безумный Марк» приобрел сегодняшние очертания. Сложно поверить, но когда-то это была «Волга» ГАЗ-24. Да, 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 да. Ого! Тяжело так. Из электропривода. Все осталось, то есть кузов полностью весь остался. То есть вот двери, стекла. То есть салон был переделан под двух человек. Это пилот и штурман. Все, поехали. Так, переключаем. Первая. Вторая. А теперь ракета. Где она? Где? Вот тут. Несколько сотен кусков металла, бутафорские пулеметы. После перевоплощения машина прибавила в весе больше тонны. Ответим на вопрос, который сейчас крутится в головах многих автомобилистов. Двигатель остался от прежней «Волги» ГАЗ-24. Проводили небольшой тест-драйв ей. Выехали, проехали. Чувствуется, что машина едет без какого-либо напряга. Уже этим летом безумный Марк сможет выехать на большую дорогу. А робот Валли придет в движение. О совсем новой разработке Вадим рассказывает, все же сохраняя интригу. Это будет статуя, посвященная именно работникам вот этой сферы. То есть связанная с ремонтом автомобилей, со сваркой, с покраской. То есть она будет посвящена именно вот этому всему. Это пока только ноги? Это пока только ноги, да. С характером и немного упрямые. Вадим признается, в них много от него самого. В этих металлических конструкциях, наверное, есть душа. И оживляет их как раз умение увидеть в железном ломе, как и в жизни вообще, нечто необыкновенное.